В Самаре завершается ремонт и благоустройство проезжих частей и пешеходных зон. Сегодня утром рабочие приступили к укладке тактильной плитки на остановках общественного транспорта по улице Арцебушевской. Ранее в этой части города отремонтировали дорогу, пешеходные зоны и другие прилегающие территории по обеим сторонам. Установка тактильных указателей по меркам крупного города – работа не самая большая, но ответственная. В ней, как и во всех остальных работах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» используют новые технологии. Современные материалы постепенно вытесняют привычный бетон, из которого изготовлена плитка прежнего образца. Она сделана из полиуретана, она более стойкая к воздействию окружающей среды и более стойкая к истиранию. Она влагостойкая и не впитывает воду. У дорожного ноу-хау есть ряд других неоспоримых преимуществ перед своим бетонным собратом. Яркий желтый цвет, который сохранится на долгое время, лучше привлекает внимание слабовидящих людей, а содержание плитки в зимний период не испортит ее эстетический вид и целостность даже после уборки остановочных павильонов малогабаритной техникой, заверяют специалисты. Кроме того, установка новых тактильных указателей – дело несложное. Плитку крепят к асфальту при помощи специального клея на основе эпоксидной смолы, который производят в Самарской области. Мы делаем обеспыливание для того, чтобы наносить двухкомпонентный эпоксидный клей и, соответственно, уже дальше начинаем приклеивать. Профиль, грубо говоря, поправляем, пока он не застыл. Срок застывания этого плитки составляет в районе двух-трех часов. Специалисты постепенно завершают ремонтировать и благоустраивать улицу Арсебушевскую. На этом и близлежащих участках осталось только переложить асфальт на трамвайном полотне в районе улиц Чкалова, Рабочий и Маяковского. Кроме того, на нескольких перекрестках нанесут противоскользящую дорожную разметку. Она защищена от образования наледи. Михаил Ермолинг, Максим Гусев, События.